Дневной разворот 11.1, поэтому представителям пенсионного фонда вы можете задать вопрос, сможете задать вопрос после 12 в прямом эфире. Я должна сказать, что тема наша не будет касаться начисления пенсий, давай не будем вводить слушателей в заблуждение. Позволим людям спросить? Не знаю, спросим у гостей. Мы будем с тобой тут биться, видимо. Мы договорились с ними поговорить про проекты, которые организует совместный пенсионный фонд, медуниверситет наш, союз пенсионеров, это образовательные в основном проекты для людей элегантного возраста. Ладно, но я не возьму свои слова обратно. Хорошо. И разрешу людям звонить и задать вопросы по СНКВ. Хорошо, а в первом части у нас итоги года с ведущими застройщиками города Кирова Денисом Крутихиным, председателем совета директоров компании Кировские ССК. Денис Леонидович, добрый день. Здравствуйте. Дмитрием Сергеевым, генеральным директором строительной фирмы Маяковская. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. И Юрием Захаровым, генеральным директором девелоперской компании «Железная». Юрий Анатольевич, рада вас видеть. Да, добрый день. Аналогично. Да, у нас спасибо. У нас есть опрос на сайте эхакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Мы спрашиваем вас, качество жилья в кировских новостройках, на ваш взгляд, высокое, среднее, низкое? Не могу судить. И тут я когда голосовалась сегодня утром дома... А ты где голосовала? На сайте или на сайте ВКонтакте? Я голосовала на сайте. Я вообще всегда на сайте я ВКонтакте не хожу, если что. Если кто мне пишет ВКонтакте, знайте, что я вам не отвечу никогда. Там страничка есть, но я туда не хожу. Так вот, я поняла, что когда ты голосуешь, ты оцениваешь то жилье, в котором ты живешь. Вот и все. А не в общем. Ну вот если ты обыватель, если ты там не специалист, если ты каждый год и каждый месяц не принимаешь что-нибудь с комиссиями, и не подсчитываешь... Если ты каждый месяц не покупаешь себе новую квартиру, если ты не инвестор или не спекулянт, ты не знаешь ничего. И поэтому я, естественно, знаете все прекрасно, в каком я доме живу. Я тыкаю низкая. И обижаешь всех застройщиков, которые не виноваты в том, что тебе не повезло застройщикам. Я просто поясняю, как может идти наше голосование. И поэтому то, что я вижу сейчас на сайте хакира.ру, может быть, об этом и свидетельствуют. Голосуют те, у кого боль там какая-то там внутри. Высокая, никто не выбирает такой ответ на сайте. Печально. А вот средняя 33% отвечают, и 56% говорят низкая, не могут судить 11%, что ВКонтакте. А ВКонтакте ситуация тоже не очень веселая. ВКонтакте 42% набирает вариант среднее качество жилья в кировских новостройках, 41% низкое качество жилья. Высокое качество, за этот вариант голосует всего 2,7% и не могу судить 14,5%. Вот так. Видимо, это те люди, которые не въезжали в новостройки. Да, давайте мы сейчас специально сохраним интригу и о качестве жилья поговорим после первого перерыва. А сейчас мы сошлемся на цифры, которые Кировстат нам предоставил. И Кировстат уже сравнил периоды 16-го года и 17-го, вот на сегодняшний день. И заявляет нам, что показатель ввода жилья в эксплуатацию упал на 16,4%. С чем это связано? Говорит ли это о том, что темпы ввода жилья и дальше будут падать? Потому что, если мы вспомним наши с вами здесь эфиры в начале года, вы прогнозировали практически все, что будет спад ввода жилья. Вот давайте мы сейчас посмотрим за этот год, что произошло. больше мы погрузились в негативную ситуацию или мы вырулили лучше? Что вообще происходит? Денис, давайте с вас начнем. Ну, я как и прогнозировал, спад Кировстат, говорит, 16%. Это, наверное, по области с какими-то... Да, Кировской области. Кировской области. Я могу сказать с точностью про индустриальное жилье. Это многоквартирные дома, которые построены в городе Кирове. В 2016 году, если мы построили 345 тысяч, то в этом году мы построим около 300. Ну, последние дни, там, то, что сдадут сегодня-завтра, будет 300 тысяч, не больше. Это показывает, что спад практически 30%. Давайте мы поясним, что значит, мы построим и что значит индустриальное жилье, кто его строит у нас в городе. Многоквартирные дома, они все... Я говорю про многоквартирные дома. Это только ваши компании, КССК, или другие компании? Нет, 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 это в целом по городу. В том числе и Маяковская. В том числе и Маяковская. Без учета индивидуального жилищного строительства. Это без коттеджей, да, так скажем. То есть, если в прошлом году весь город построил 445 тысяч, то в этом году 300 тысяч. То есть, падение на 30%. Железно тоже там? В этих цифрах? Все здесь. Все здесь. Я прогнозирую, что в следующем году мы не превысим эти 300 тысяч. Будет где-то, может быть, около этого, чуть поменьше. То есть, но все равно, то есть, это будет такая стагнация, но не падение. Или стагнация, ближе к стагнации, да, может быть, не падение, но стагнация. И вот эти цифры нам о чем сейчас говорят? Мы планировали, что так будет? Или мы еще худшую представляли себе ситуацию? Нет, мы абсолютно такую цифру и планировали. Я планировал процентов на 30, что упадет так, оно и получилось. 30% на сегодняшний день в городе упало строительство жилья. Какие факторы сказались на падении строительства? Покупательская способность населения. Это главный фактор? Да. Единственный. И единственный. Согласны, коллеги? Полностью. Можно было построить сколько угодно. Можно было построить, мы могли ввести в два раза больше, чем наша компания, чем ввела. но это нет того покупателя, который бы готов был платить за жилье. Жилье чуть выше среднего уровня, это средний класс, он как его не стало на рынке практически. То есть эконом строит? Да, в основном эконом. Так, коллеги, пожалуйста, подключайтесь к нашему разговору. Давайте, Дмитрий Валерьевич, у вас, мы поспрашиваем, что сейчас в вашей компании, вы тоже на эконом-классе сконцентрировались? Нет, мне трудно сказать, что это эконом-класс, может быть, это будет отличаться от самого дешевого жилья. По объемам ввода жилья мы последние, наверное, лет 7 на одном уровне стоим примерно 10 тысяч метров квадратных жилья, там плюс-минус. Каждый год? Каждый год. То есть у вас падения нет? Вы ровненько так идете? Мы для себя его не планировали, а в целом по рынку, да, это предсказуемая ситуация, то есть снижение объемов ввода жилья. И еще один факт, который я бы обратил внимание, это уменьшение выданных разрешений на строительство. То есть это как раз то, о чем мы говорили, что и в дальнейшем эта тенденция будет сокращаться. Почему? Потому что есть некоторая инерция, ты за один день не можешь запроектироваться, получить разрешение и начать строить. То есть это процесс все-таки длительный, то есть там до полугода доходит в лучшем случае. От полугода? До полугода. У кого какие возможности, что ли? Я не понимаю. Давайте поясните, пожалуйста, что значит эта тенденция о сокращении количества выданных разрешений на строительство? Кто принимает такие решения? Почему? Застройщик. То есть он не вкладывается в новый объект. То есть это ваше, да, ваше решение? Вы не подаете... Коллег? Коллег по строительному комплексу. Поясните. Нет, ну... Дмитрий Валерьевич говорит, что у него все это ровно. Я не говорю, что я прохирую Маяковскую, я говорю про коллег. У вас ровно, а коллеги не заявляются, да? Ну вот по городу Киров идет снижение выданных разрешений на строительство. То есть это просто вы не заявляетесь на разрешение на строительство, это не противодействие властей городских, например, по выдаче разрешения? Или не дефицит участков? То есть вы видите, что не надо строить и не заявляетесь? Вот и все. Ну, у нас разрешение тысяч на 300, 350 квадратных метров есть на строительство. Уже? Уже, да. Ну, просто сейчас люди не вкладываются в земельные участки, в проектные работы, в согласование, получение техусловий, проектирование. Это все-таки деньги. И люди ждут, как мне кажется, лучших времен. Хотя, как мне кажется, сейчас самое благоприятное время получить разрешение на строительство, пока не вступил вот этот новый драконовский закон. Касательно долевого строительства. Об этом тоже поговорим мы сегодня. Да, Юрий Анатольевич, давайте с вами поговорим. У вас что со строительством и с темпами ввода жилья вы тоже прогнозировали и планировали падение и не получали разрешение на строительство или как? Нет, но мы прогнозировали, что рынок будет просаживаться, но в нашей компании мы этого не планировали. То есть мы увеличили темпы строительства. В этом году? В этом году. Нарастили, да. Да, то есть в прошлом мы сдали 39 тысяч квадратных метров. В этом году, если суммировать две компании, которые сейчас как единое целое работают, это Атакс и Железный, то есть мы сдали 57 тысяч квадратов. За счет именно присоединения Атакса увеличили количество издач? В том числе, да. Это ваше приобретение насколько вас сейчас удовлетворяет? То есть вы видите эффективность на слиянии? Ну, в настоящий момент это по сути одна компания. Вот с учетом этого мы приобрели два земельных участка или два проекта. Один из них уже строился, это Васильки. И проект на Тургенево, которое мы запустим в следующем году, это то, что осталось от тех активов, которые располагала компания Атакс. В наследство. Это там большой такой комплекс, да, неподалеку от Дворца Пионеров, вот мы про это говорим. Нет, ну да, они строят его давно уже, просто в конкретный локальный участок порядка 50 соток мы приобрели вместе с компанией. Да, мы обозначили две хорошие темы, о которых мы поговорим после перерыва. Это качество жилья, которое наши слушатели оценивают как среднее и низкое качество вводимого жилья построенного и новый закон по дольщикам, как он скажется на строительных компаниях, но это через полминуты после перерыва. А давайте прямо с этого и начнем. Этот вопрос, который обсуждали сейчас в перерыве с подачи Анны, пожалуйста, как сказывается заявление государства о том, что будет хорошая ипотека на продажах жилья? Ну, это не совсем заявление о том, что будет хорошая ипотека, это скорее меры, которые уже предпринимаются, да, и те статистические данные, которые периодически публикуют, в том числе Минстрой, о том, что ипотека дешевеет, 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 ставка снижается, снижается, и вот уже ниже 10%, а тем не менее наши участники рынка говорят, что не покупают люди жилье. Денис? Вы говорили в перерыве, что вот эти заявления о том, что ипотека будет еще дешевле, как раз тормозит спрос, да? Да, да, да. То есть люди ждут, когда будет еще ниже ставка? Ну, конечно, когда президент сказал во всеуслышание, что ставка будет еще ниже, 6%, то всем уже надо 7,4% это много, надо 6%. Сейчас ведь субсидирует государство, я так понимаю, у некоторых застройщиков, государство субсидирует ипотечную ставку. Нет такого? Нет такого. А вот эти вот ставки по 7%, они по 9% и не по 11%. Это что? Это субсидирует застройщик. Это застройщик субсидирует. Велика ли доля вот как раз жилья, взятого в ипотеку, в ваших строительных компаниях? Она многократно выросла за последние три года и сейчас, наверное, процентов 70 составляет. Это только в компании Маяковской или это общая? Это я по своей компании говорю. А года три назад это было цифра, наверное, в районе 10%. Три года назад 10%, а сейчас 70%. То есть рост на 60%. У вас так же, Юрий Анатольевич? Нет, у нас всегда доля ипотеки была больше, чем доля покупателя с деньгами, потому что наш основной клиент это молодая семья. Это, скорее всего, не накопление, а, скорее всего, просто стабильный доход. Поэтому и сейчас у нас доля ипотеки до 80% составляет. А у вас, Денис Леонидович? Ну, у нас где-то 60-70%, наверное. То есть от 60% до 80% это доля ипотечного жилья? Своя внутренняя рассрочка. Тем, кому банки отказывают в ипотеке, мы предоставляем сами ипотеку, нашу внутреннюю ипотеку. На 7 лет у вас, по-моему, да? До 12 лет. Есть ли здесь какие-то риски, что так многократно выросло количество жилья, взятого в ипотеку? А у нас, скорее всего, есть что-то другом, о том, что реальными денежными средствами жители нашего города стали обладать гораздо меньшей степени, чем раньше. Чем мы обладали раньше. Это одно. Один момент. И второй. свободные денежные средства, они уменьшаются гораздо стремительнее, чем при, скажем, доле ипотеки возрастает. Я имею в виду в денежном выражении. Поэтому и объем строительства, покупательской способности нападут. Еще один момент. Раньше жилье росло, стоимость квадратного метра росла из года в год с определенными процентами. Поэтому люди покупали на стадии котлована или там на стадии какой-то строительства, да, и через год два продавали. То есть такие, как называемые, перекупы. Сейчас они с рынка ушли. Поэтому вот этих вот людей с наличкой, да, с деньгами, с готовыми, их стало меньше. Но я еще, наверное, вот такое свое наблюдение могу сказать. Не знаю, насколько оно соответствует действительности. У нас же очень сильно просили цены на вторичном рынке. То есть если раньше люди продавали вторичную квартиру, да, какую-то старую, добавляли небольшое количество средств и могли себе позволить приобрести жилье в новостройке, то сейчас у них вот сократилась эта сумма, которую они получают от продажи старого жилья, и они так или иначе вынуждены тоже обращаться в банк за помощью. Былась ситуация, когда люди продавали старую и покупали новые, еще деньги оставались. Бывало. А сейчас, а сейчас, мне кажется, такого нет. Причем продать квартиру стало проблематично, если раньше человек приходил к нам и говорил, что у меня есть квартира, я ее продаю и рассчитываю с вами, мы с ним заключали договор, сейчас мы говорим, ты продай квартиру, а потом приходи к нам. То есть сейчас застройщики неохотно вот на это идут, да, так трейдин называемая система? Я опять же говорю про себя. Про вашу компанию. А вы трейдином занимаетесь, Юрий? Нет, у нас нет такой. Денис? Есть, пожалуйста, приходят. Есть. Есть, есть, просто оцениваем квартиру реально. Мы ее принимаем. А насколько ниже рынка вы даете стоимость? Ну, обычно, мне кажется, если застройщик берет на реализию, он же должен ее продать, то есть он все равно вкладывает в это усилия свои. Как ниже рынка? Мы по рынку берем. Ага. То есть нет там такого, что там поменьше на 10% средней цены? Такого не бывает? Нет, 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 мы берем по рынку. Дальше уже работа профессионалов, которые должны продать эту квартиру. Давайте мы поговорим как раз о новом законе, с которым предстоит работать. Это закон о дольщиках, когда вам придется страховать все возможные риски. Как это скажется на вашей работе? С Юрием начнем. На самом деле, это не самая страшная история, которая там может приключиться по поводу рисков. Сейчас уже работает фонд страховой, которой можно там заплатить по-моему 1,2%. 1,2% и не страховаться в страховой компании. Это несложно. То есть речь сейчас идет о новых введениях, которые возможно вступят в силу с 1 июля. Что значит возможно? Потому что строительное лобби пытается как-то противодействовать, потому что один из самых смешных вариантов закона звучит следующим образом, что один застройщик одно разрешение на строительство. это означает, В год? Нет, пока не достроил объект. То есть это означает, что больших застройщиков не будет в принципе, потому что придется дробить бизнес для того, чтобы строить много. Но это как бы абсурд. Я не знаю, кто придумал эту логику. Там много таких депутатов. Ну да, но недавно нам пообещали, что они должны успеть ее отменить к моменту вступления. Это первый риск. И второй риск связанный с отменой привлечения средств дольщиков напрямую. Вообще долевое строительство запретить предлагается. Да, работа через банки, через заскоровые счета, на которые клиенты будут класть деньги. И мы, как застройщики, сможем этими деньгами воспользоваться только после сдачи объекта в эксплуатацию. Это означает, что застройщик, в лице застройщика потребитель заплатит как минимум плюс 3%, может быть кто-то и больше, банку за то, чтобы финансироваться не за счет средств дольщиков, а за счет проектного финансирования. Это реальное удорожание стоимости жилья, объективное. Что оно даст рынку, непонятно. То, что даст много денег банковской системе, это очевидно. Но застройщики даже этого не выиграют. Из государства снимет ответственность за дольщиков. Мы все для вас сделали, дальше сами виноваты. Вот эти два нововведения, конечно, мы ожидаем и оценим, как достаточно рисковые. Но не забывайте, строительные кооперативы никуда не делись. А я вот видела, что их тоже собираются запретить. Но пока не делись. И что это значит? Ну, строительные кооперативы, они тоже могут также вот привлекать. привлекать. У нас есть строительные кооперативы, где целая толпа обманутых дольщиков. Это Сурикова 33, по-моему, или 31. Строительный кооператив. То есть, будут какие-нибудь предварительные договоры купли-продажи, жилья. Еще что-нибудь. То есть, вы прогнозируете, что может вырасти рынок, например, строительных кооперативов на этом фоне, которые никак сейчас не регулируются в этом смысле. Ну, они сейчас есть, они живут, и фирмы работают десятками лет именно по строительным кооперативам. Кто-то удачно, кто-то неудачно. Но, тем не менее, они есть. Ну, мы вот строили по строительному кооперативу, я тебе должна сказать. Мы строили удачно. Но тут, мне кажется, надо просто принимать решение выбирать надежного застройщика. Извините. Спасибо за это бурийские заявления. Я не назвала. Обрати, пожалуйста, внимание. Я не назвала застройщика. Спасибо большое. Так, я хотела как раз по этому поводу Дмитрия Сергеева спросить. Итак, принятие этого закона неизбежность, он будет принят? Я так понимаю. Давайте начнем с того, что закон этот старый, этот 214-й федеральный закон, но в него постоянно носятся изменения. То есть, изменения носились и в этом году, и в предыдущем году. И любые изменения, они какой-то период адаптации все равно за собой влекут. То есть, плохо это, хорошо. Мы оценим чуть позже. Конечно, вот коллега говорил о том, что одно разрешение один застройщик, я считаю, что это, ну, абсурд как минимум. То есть, если даже считать внимательно 214-й, то 5 лет гарантии застройщик не счет после ввода объекта в эксплуатацию. Если одна фирма один объект, то, соответственно, а зачем тебе эта фирма после того, как ты сдал объект? Кто будет нести гарантию перед дольщиками после того, как объект будет введен? Плюс, к этому теряется вообще весь смысл в имени фирмы, то есть, потому что на новый объект будет новая фирма и те предприятия, которые там десятки лет уже работают на жилищном рынке, имеют репутацию, наработанную, это все как бы будет нивелироваться. Поэтому надежда на здравый смысл у меня тоже есть, что вот эта хотя бы норма будет отменена. А о том, что постепенно отход от долевого строительства к проектному фирмы будет происходить, вот с этим я, скажем, иллюзии не питаю и это уже реальность сегодняшнего дня. Насколько это удорожит стоимость квадратного метра для потребителя? Ну, в процентах хотя бы. В любом случае будет удорожание, а будет зависеть от того, насколько будет велика процентная ставка по проектному кредитованию, которую будет определять банк в каждом конкретном случае, но я думаю, что это где-то до 10%. Давайте спустимся на землю сюда, на Кировскую и оценим инициативы депутатов областного законодательного собрания по решению проблем дольщиков, которые существуют внутри нашей области, пытаются принять какие-то подзаконные акты, поправки и прочее. Напоминаем, что особо громко прозвучала ситуация в связи с Новым Сергеевым, и я бы хотела от вас услышать, от вас, от профессионалов, как эта ситуация должна решаться и в правильном ли направлении сейчас законотворцы движутся. Денис. Законотворцы как движутся, я точно за ними не следил, что они придумали там, наверное, за законотворцев спросить. Посмотрим, что они примут. Вы за ситуацией в Новом Сергеево следили? Что там на самом деле произошло и есть ли выход с вашей точки зрения? Ну, выход есть всегда, снести Новое Сергеево. Так, отлично. А люди никуда? Потому что там жилье непригодное для жизни. И не будет, если Вятку куда-нибудь отвезти в другое русло, чтобы она здесь не появлялась никогда, тогда Новое Сергеево может стоять. Посчитать, что дешевле. А Вятку отвезти или оставить Новое Сергеево? Или снести Новое Сергеево. Юрий? Ну, не знаю, на самом деле весь абсурд ситуации в том, что в том числе Новое Сергеево строилось с страхованием ответственности застройщика. И по большому счету самый правильный путь это обратиться в страховую компанию, которая страховала добросовестность этого застройщика и риски застройщика и получить там компенсацию. В нашей стране почему-то это не работает. То есть всех обязали платить и все мы исправно до последнего времени, пока не организовался этот страховой фонд государственный, платили деньги страховым компаниям. И немалые деньги. То есть проценты более с каждой квартиры уходил в этот фонд. Понятно, что у нас не такое великое количество сложных проектов, на которые нельзя было этим одним процентом от общего количества застроенного жилья распорядиться в пользу этих дольщиков. Но почему-то этот механизм не работает и как-то особо никто эти страховые компании там не подталкивает к компенсации. Вот в чем, на мой взгляд, удивление и что с этим делать, я не знаю, тоже надо спрашивать законотворцев. А дольщики, между прочим, у Нового Сергеева говорили, что были проблемы какие-то со страховой компанией. Что не готова она была Проблемы-то типовые, то есть страховые компании, крупные страховые компании на этот рынок не зашли. Они открыли дочки, которые страховали ответственность застройщиков, собирали большие деньги. После этого у них последовательно отзывали лицензии и они уходили в небытие. И эта последовательная работа была как страхового рынка, но эти деньги, эти активы саккумулированные в этих страховых компаниях никто не возвращал. Никуда они снова не попадали. А делалось это как бы организованно под присмотром Центрального банка. И все по закону. И все по закону. На сегодняшний момент мы имеем дольщиков, и при этом не имеем доступа к этим активам, которые застройщики, все добросовестные застройщики скинулись для того, чтобы решать эти проблемы. Перспективы жителей Нового Сергеева грустные? Грустные, наверное, да. К сожалению. Но по моей информации тоже дома падают по причине того, что фундаменты разваливаются. Давайте законотворцы. Давайте законотворцы. Как человек, который голосовал в том числе из-за этих законодательных изменений. Значит, смотрите, у нас проблема повторяется с некой периодичностью, то есть кризис прошлого, седьмого, восьмого года были те же самые проблемы, и в принципе механизмы их решения они повторяются. То есть вот эти законы, которые были приняты в Кировской области, они, по сути дела, дублируют те законы, которые были в предыдущий кризис. По предыдущему кризису примерно потребовалось десять лет для того, чтобы решить проблемы тех людей, которые пострадали тогда. То есть количество людей в этот кризис возросло. То есть вот не скажу напрямую, но это примерно сроки, когда эти проблемы могут быть решены. То есть не менее десяти лет? Ну вот я не прогнозирую наперед, я смотрю, что было раньше. Если на примере взять, да. По Новому Сергееву там не так все однозначно, то есть есть дома уже введенные в эксплуатацию, есть дома, которые не достроены на нулевом цикле, есть дома, которые начаты строить. Здесь начинать нужно с оценки технического состояния из принятых конструктивных решений, проектных решений. Ну там была, насколько я понимаю, ведь экспертиза, да, Витруй, кажется, делал? Нет, это у нас малоэтажное строительство до четырех этажей, которое у нас по действующему законодательству не проходит обязательную экспертизу перед началом строительства. Я не предпроектную как раз имею в виду, а вот уже сейчас она была. Вот поэтому, Анечка, мой дом был запланирован как четырехэтажный, получено разрешение, экспертиза не нужна, потом надстроили пятый, и вот историю, которую я всегда нашим слушателям это вот, пожалуйста, прекрасный образец. Это продолжение. По-моему, наша даже застройщица там успела поучаствовать в Новом Сергею. Там вот концентрация таких людей, она как раз и бывает в таких проектах. Я сейчас... Проектировала, по-моему. Да. То есть пути решения проблемы вообще вот как бы их несколько, то есть это либо застройка, либо квартиры в иных домах с предоставлением застройщикам земельных участков, они, опять же, не новые. Насколько это будет интересно, застройщикам будет зависеть. Вам интересно? Нет. Вам интересно, Юрий? Все будет зависеть от качества тех участков, которые будут предложены взамен. Вам, Денис? Неинтересно. Вопрос здесь тем, кто будет этим... Кто это будет исполнять в предыдущих Кировской области? Пока я не знаю такого человека. Спасибо. Сейчас прервемся на две минуты. Сожалею, что жители Нового Сергеева не видят пока там какой-то перспективы, но вот у нас Дмитрий Валерьевич все-таки пытается хоть какой-то свет зажечь в конце тоннеля. Две минуты рекламы. Денис Крутихин, Дмитрий Сергеев, Юрий Захаров, представители ведущих строительных компаний нашего региона здесь в студии, Анна Лапшина и Светлана Занько. Давай еще раз посмотрим, как голосуют наши слушатели на сайте ахакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте, потому что как раз подошло время оценить качество вводимого в строй жилья. Именно такой у нас опрос на сайте и ВКонтакте. На ваш взгляд, каково же качество жилья, которое предоставляют кировские застройщики? Высокое, среднее, низкое? Не можете судить. Чуть-чуть изменилась ситуация на сайте Ахакирова. Есть, появились люди, которые говорят, что высокое качество жилья в Кировской области и таких людей аж 8 почти процентов голосующих. Среднее качество 23, все-таки 62 процента. Говорят, что низкое, 7 процентов не могут судить. А сейчас я озвучу результаты ВКонтакте. Я должна сказать, что к этому моменту проголосовало 399 человек. У нас репрезентативная выборка. 399. Я прямо сейчас буду озвучивать даже не в процентах, а по количеству. По-прежнему высоким качеством жилья в новостройках называют только 10 человек из 400. Да, фактически. среднее 170 человек, низкое 160. Давай по процентам, я не могу. Ну, хорошо. Там есть проценты. Нет, проценты на самом деле не меняются. Проценты 42,5 процента. Это среднее, низкое 40 процентов. А высокое? А высокое 2,5. На заказ средняя температура по больнице, да? Вот давайте рассказывать про качество Вадимова в строе жилья. Сейчас не пришлось экономить в связи с тем, что потерялся спрос и не способны платить много денег за жилье? Вам экономить не приходится? На стройматериалы. Я опять же про себя. Да, конечно. На эти грабли лично мы уже наступали один раз, и поэтому экономить на качестве, на конструктивах к себе дороже оказываться. Почему? Почему? Расскажите про грабли. А это все равно возвращается тебе потом претензиями от тех людей, которые построили у тебя квартиры. Пятилетняя гарантия? В том числе, да. То есть, поэтому у нас никаких изменений по конструктивам, по применяемым материалам не произошло. Напомните, на чем специализируется компания Маяковская? Кирпичное домостроение в основном это до 9 этажей. До 9 этажей и общая площадь квартир? В этом году мы будем сдавать где-то порядка 12 тысяч метров квадратных. А квартиры сами какие у вас все-таки больше пользуются спросом? Какие вы программируете? Однокомнатные, трехкомнатные? Здесь, наверное, зависит не от площадей, а от района, где строим. То есть, если центр города здесь квартиры побольше по площади и по высоте потолков. Давайте цифры скажите, до какой площади в центре строите и какие потолки? Ну, если трехкомнатные, то это в районе 100 метров квадратных. Если это двушка 70, если это однушка где-то до 50. Ну, это уже не экономка. Мы не позиционируем как там элитное или как там какой-то мне с этим тяжело очень... Ну, в Москве это очень интересно. 2,70. 2,70. Когда будут 3,5 хотя бы? Зачем тебе 3,5? Их красить неудобно. Я и 5 готова. То есть, 2,70 и лампочки менять. Вот железные сейчас расскажет, пожалуйста, вы. Ну, у нас даже в доступном формате потолки 2,7 вот есть еще редкие форматы, где потолки 3 метра и 3,3 метра. Поэтому выбор есть. Есть квартира с террасами. То есть, мы, занимаясь комплексным освоением, стараемся максимально разнообразную ассортиментную линейку делать. У нас сейчас очень большой спрос, и мы их делаем много. Это так называемые евроформаты, когда объединяются кухни-гостиные и даются спальни. То есть, мы их считаем евро-двушка, евро-трешка. Такие форматы тоже очень удачные. Евро-двушка какой площади? В зависимости от проекта, это может быть и 40 квадратов, это может быть и 50 квадратов. У меня евро-двушка, Аня, я сама их себе шатурила. У тебя нет стены между спальней и гостиной. Так это и есть евроформат, между прочим. Нет, евроформат подразумевает отдельную спальню, насколько я понимаю. Стена между спальней и гостиной, да, кирпичная, между прочим, просто большой проем. На самом деле, весь суть формата, что действительно кухонная зона объединяется со столовой и гостиной. То есть, получается, большое пространство, где комфортно себя можно чувствовать, нестесненные условия, легко принять гостей. Не только для готовки пищи, но и для того, чтобы можно было отдохнуть. На сегодняшний момент кухня уже стала предметом интерьера, их делают и красивыми, и эстетичными, поэтому это никакое не смущение, что кухня у тебя находится в зоне, где ты живешь. Материалы, качество сдаваемого жилья? Ну, мы строим тоже только из кирпича. Будем в этом году пробовать выходить на монолитные объекты. Почему? Ну, потому что будем строить многоэтажные дома. Это в проекте ключ? Знак, простите. Нет, проект знак у нас строится из кирпича. Монолитные дома у нас будут в городской черте. Высотные дома. Это где? Это на Тургенево? На Тургенево, на Ломоносово, на Калинино. Ну, еще несколько площадок у нас было. А сколько этажей в этих домах закладывается? Там от 14 до 17. 14 до 17. Ну, приходится экономить все-таки, нет? Что-то какие-то конструктивные изменения вносить в связи с потерей платежеспособности населения? Нет, мы не вносили, мы повышали эффективность работ, то есть экономили на организации работ, нежели на материалах, то есть как мы использовали японские панели, которые берем за валюту, так и используем, то есть никаких изменений в этом смысле не произошло. Зарплату сократили сотрудники? Нет, повышаем эффективность, уменьшаем количество рабочих часов техники, простой, вот такие вещи. Заранее закупаем инертные материалы, не в сезон, когда они дорогие, Что такое инертные материалы? Щебень, песок, все это складировано на своих площадках, благо площадки позволяют их хранить. Вот закупаем их весной, когда, ранней весной, когда цена самая низкая, используем уже в сезон, летом. А к концу года, когда темпы сдачи возрастают, они как раз дороже стоят, да, эти материалы? Они летом дорого стоят, потому что строят дороги. А, вот в чем дело, интересно. Да, Денис, пожалуйста. Качество Вадима уже ли я оценил? Качество. Качество у нас традиционно, как оно было, такое и есть. Мы ничего в проектах не меняем, ни на фасаде, ни внутри, как было написано в проектной декларации, какие материалы применяются, они такие и есть. Кто ваш потребитель? Наш потребитель разный, от самого начинающего покупателя, от 700 тысяч квартиры, малогабаритные, малогабаритные, с потолками 2,5 метра, до 4 метров потолки, там где-то есть на отдельных объектах. Это где такие 4 метровые? 4 метровые мы в основном... Я приближаюсь к своей мечте. 5 метров. Это в основном последние этажи, пентхаусы мы делаем, там ничего не ограничивает, можно сделать сколько угодно, хоть 5 метров, если нужно. Поэтому есть квартиры для разного покупателя, от 700 до 10 миллионов. Стандарты не меняйте. У нас есть еще, у нас буквально 3 минуты до завершения программы. Есть пара вопросов, которые пришли господину Шульгину, вот к его сегодняшнему интервью. Напоминаю слушателям, что в 13.00 Илья Вячеславович придет к нам в студию, вы еще можете задать свои вопросы на сайте хакеров.ру в разделе анонсы. Вопросы касаются строительства. Там есть, да, вопросы касающиеся строительства. Есть ли возможность запретить застройщикам уродовать город разными разноцветными зданиями, с венфасадами? Нет. Нет? Как венфасадам отлично. Я только могу присоединиться, согласен с этим. То есть уродовать город точно не надо. А венфасады как вас вообще? Не напрягают? Венфасады бывают разные. Абсолютно. То, что строится у нас, они безопасны, как минимум, эти венфасады? Потому что у нас был тут разговор как раз с стройнадзором, о котором вспоминали в перерыве. Там специалисты тогда крайне негативно высказывалось по поводу использования венфасадов. Венфасаде важна долгосрочность скорее подсистемы, чем самого материала финишного. То есть от него зависит, как быстро он придет в негодность. На это стоит обращать внимание. Но надеюсь, на этапе экспертизы, конечно, эти вещи проверяются. Денис, у вас много венфасадов? У нас много венфасадов. Главное, там качество работ очень много зависит от квалификации самих рабочих, от квалификации прораба на объекте, который следит именно за соблюдением технологии выполнения этого венфасада. Венфасад по всему миру применяется в северных странах, где он есть, да и в Арабских Эмиратах применяется венфасад. Понятно. Значит, главная команда и специалисты. Последний вопрос, он тоже касается Ильи Вячеславовича Шульгина. Он вчера в программе «Журсовет» говорил о том, что нельзя давать возможность строить в исторической части города на месте сожженных деревяшек многоэтажные дома, и он не даст строить 20-этажки, а будет действовать по другому методу. Он их несколько назвал. Возможно, восстановление по старым чертежам исторического здания или строительство зданий, которые гармонизируют с историческим обликом города. А вот здесь большой вопрос. Давай мы зададим все-таки вопрос под этими домами. Участую под нашим строителем. Часто продано уже. Да, вот, пожалуйста, вот его эти заявления, они имеют под собой какую-то почву? Получится, как вы думаете? Надо посмотреть и увидим. Отлично. В отдаленной перспективе, когда земля в центре закончится, и когда сейчас большое предложение квартир в центральной части города. То есть, и на сегодняшний день, конечно, этими сожженными деревяшками заниматься никто не будет. Когда этот рынок, квартира вымоется из центральной части города, все будет скуплено, будет скуплено, то тогда будут как-то подходить, подбираться к этим деревяшкам сожженным. Цена квадратного метра возрастет раза в два, и тогда это возможно. Возможно появятся интересанты, чтобы строить небольшие, такие, да, интересные дома. Юрий? Я считаю, что на самом деле есть возможность у городских властей эту ситуацию взять под контроль. То есть, есть процедура развития застроенных территорий. То есть, если мы видим, что эти дома непригодны для жилья, их надо вводить в состав этих процедур и выставлять на торги. Вы заинтересованы, например, будете сейчас вот в данный момент? Мы ни разу этого не делали. Мы готовы попробовать. Мы делали это три раза. И как? Мы строим, но там не будет. В каждом конкретном случае проводили для себя, естественно, финансовый мониторинг. То есть, просчитывали, что здесь может быть построено при тех условиях, которые выставляет администрация, а что будет уже экономически неэффективно. Что неэффективно экономически? То есть, у нас на сегодняшний момент на всех земельных участках запроектированы девятиэтажные дома. Все ясно. Спасибо. Я эту информацию обязательно сегодня донесу до главы администрации города Кирова. Поблагодарю наших экспертов и наших партнеров. Дениса Крутихина, председателя Совета директоров компании Кировские ССК, Дмитрия Сергеева, генерального директора строительной фирмы Маяковская и Юрия Захарова, генерального директора девелоперской компании «Железно». Успехов. Мы не успели рассказать про интересные социальные проекты, которые вы осуществляете, коллеги. Но мы с этого начнем в следующий год, с позитива. Потому что у нас есть и скверы, и дендропарк, и детские садики. Хотелось бы понять, как в этом отношении будет развиваться компания в 2018 году. С Новым годом! Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова